Добрый день! Мы рады вас приветствовать участников 7-го международного форума по педагогическому образованию. Прошу всех встать! Звучит гимн Казанского федерального университета в исполнении хоровой капеллы имени Леонида Усцова. Звучит гимн Казань Звучит гимн Казанского федерального университета в исполнении хоровой капеллы имени Леонида Усцова. Звучит гимн Казанского федерального университета в исполнении хоровой капеллы имени Леонида Усцова. Звучит гимн Казань 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 А на сцену приглашается ректор Казанского федерального университета Ильшат Тамкатович Гафуров. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, наверное, прежде чем перейти к приветствию, я хотел бы пригласить на эту сцену наших гостей, первого проректора Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Академик РАЛ, значит, нашего практически постоянного участника, господина Лаптева. Владимир Валентинович, пожалуйста. Директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, председателя ФУМО образования и педагогической науки, члена РАУ, доктора педагогических наук, профессора Елены Ивановны Казаковой, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, Андрей Иванович, первого заместителя, поменного первого заместителя министра образования и науки Республики Татарстан, самое главное нашего выпускника, это тоже очень важно. Дорогие гости, дорогие коллеги, для меня большая честь приветствовать вас на церемонии открытия Ситмого международного форума по педагогическому образованию. Но прежде всего я бы хотел зачитать приветственное письмо нашего президента Республики Татарстан, Рустам Наргалевич Амениханова, председателя наблюдательного и попечительского совета нашего университета. Уважаемые друзья, сердечно приветствую всех вас на седьмом форуме по педагогическому образованию. Весьма символично его проведение в Казанском федеральном университете, ведущем в УЗИ Татарстана, который традиционно славился своими естественно-научными школами, химическими, математическими, физическими и другими. Сегодня, после присоединения двух педагогических университетов, Казанский федеральный университет трансформировался в один из крупнейших центров подготовки учителей в Российской Федерации. Реформы, реализованные в УЗИ последние десятилетия, привели к его международному признанию. Формирование эффективных моделей и технологий подготовки учителей имеет стратегическое значение как для республики, так и страны в целом. Педагогическое образование всегда занимало приоритетное место в стратегии развития республики Татарстан. Стремительные изменения в нашей жизни существенным образом отразились на требованиях, которые выдвигаются к системе подготовки педагогов. Нужны учителя, которые обладали бы всеми компетенциями, необходимыми для обучения и воспитания новых поколений, способные стать максимально востребованы на глобальном рынке труда. При этом мы не должны забывать о воспитательном аспекте образования. Будучи учителя, сами должны быть носителями идеи гуманизма, общечеловеческих ценностей, гражданственности и патриотизма. Уверен, что в ходе работы Международного форума по педагогическому образованию будет налажен продуктивный обмен лучшими российскими и международными практиками. И даны ответы на самые актуальные вопросы сегодняшнего дня. Желаю вам успешной работы, научного взаимопонимания и всего самого доброго на гостеприимной земле Татарстана. Президент Республики Рустам Нургалеевич Мениханов. Уважаемые друзья, несмотря на достаточно сложное время для страны и для мира в целом, мы вновь выступили с инициативой объединить в Казани российское и международное научно-педагогическое сообщество. В современных условиях мы, как никогда понимаем, значимость человеческого общения, обмена мнениями, поддержки, которые ученые разных стран могут и должны оказать друг другу в поисках лучших практик подготовки учителей. Одной из задач ведущих университетов, имеющих все необходимые ресурсы, является сегодня организация и поддержка таких крупных научных площадок. Мы рады, что Казанский федеральный университет из года в год инициирует ряд значимых мероприятий в самых разных научных областях, в том числе и в сфере педагогического образования. За 11 лет с момента учреждения Казанского университета в статусе федерального университета и последующего включения в его состав семи ранее самостоятельных высших учебных заведений мы проделали колоссальную работу по трансформации всей университетской жизни, кардинально модернизировали инфраструктуру, получили признание на международном уровне. В настоящее время наш университет входит в первую десятку высших учебных заведений страны практически по всем показателям. Представлен во всех ведущих мировых рейтингах КОЭС, Таймс, ОРВО. Известен не только именами Владимира Ульянова, Ленина, Льва Толстого, Николая Лобачевского и других исторических личностей, но и достижениями наших современников. Среди них заметное место занимают представители педагогической науки университета, сумевшие создать в течение прошедшего десятилетия новую университетскую модель педагогического образования. Сегодня она эффективна, востребована, экономически устойчива и признаваема как российскими, так и зарубежными учеными. Показательно, что ряд из них включает кейс нашего университета в число лучших современных мировых практик в области подготовки учителей. Со многими нашими инновациями и инфраструктурой вы можете познакомиться в ходе форума, который мы всегда рассматриваем как площадку для экспертизы, обсуждения и доработки наших подходов к трансформации педагогического образования. В этой связи мы искренне благодарны регулярным участникам нашего международного форума. Спасибо вам, уважаемые друзья, за ваше внимание, идеи и советы, которые помогли сделать подготовку учителей еще лучше. В отличие от предыдущего года, когда форум успешно прошел исключительно в виртуальном пространстве, мы решили провести его в смешанном или так называемом гибридном формате, чтобы создать возможности для полноценной научной коммуникации участников, которые приехали в Казань, наш университет. Безусловно, это серьезный эксперимент для нас, когда более полутора тысяч участников из 39 стран мира, представляющих 213 российских и зарубежных университетов, именно такое количество было на данный момент зарегистрировано, и научных организаций, должен сказать, будут обсуждать в течение трех дней самые важные проблемы подготовки учителей одновременно в офлайн, онлайн и гибридных форматах. Более 500 участников форума приехали в Казань, и порядка тысячи с небольшим примут участие дистанционно. Среди ключевых спикеров ведущие исследователи педагогического образования из России, Великобритании, Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Испании и ряда других стран. В целом, санитарно-эпидемиологическая безопасность для оффлайн-участников для соблюдения. Будет созданы специальные условия, предусматривающие, помимо общепринятых мер предосторожности, бесплатное ПЦР-тестирование, а при крайней необходимости, также и возможное лечение в нашем университетском госпитале. Но я надеюсь, что этого не случится. Всего запланировано более 200 различных заседаний, симпозиумов, круглых столов, секций, исследовательских групп, мастер-классов, панельных дискуссий на русском и английском языках. Для их организации будут задействованы десятки специально оборудованных аудиторий, студий, видеозаписи, более 200 индивидуальных рабочих мест. Практически все из них обычно задействованы в учебном процессе, что создаст, я думаю, у вас, у всех полное представление о степени технической оснащенности процесса подготовки учителей в нашем университете. Организаторы и модераторы сделают все возможное, чтобы современные средства коммуникации соединили ученых разных континентов на площадке нашего с вами форума. И мы вновь попытаемся найти ответы на извечные вопросы, как правильно обучать и воспитывать детей, как подготовить квалифицированного учителя, как сделать образование равным и доступным для всех и многое другое. От имени более чем 60-ти тысячного коллектива студентов, преподавателей, научных сотрудников и медицинских работников Казанского федерального университета и, конечно же, от себя лично разрешите пожелать вам плодотворной работы, нам всем плодотворной работы, насыщенных дискуссий и идеальной коммуникации во всех форматах форума, наполненных позитивными впечатлениями дней на гостеприимной земле тысячелетней Казани. Спасибо большое. Желаю всем удачи нам. Спасибо. Значит, я с удовольствием хочу предоставить слово академику Рао, значит, нашему близкому другу профессору Лаптеву. Пожалуйста, Валентин Валентинович. Хорошо. Глубоко уважаемый Эльшат Равкатович, глубоко уважаемые коллеги, мне очень приятно сегодня оказаться на этой трибуне, приятно увидеть людей, которые значительную часть своей жизни посвящают проблемам, связанным с развитием образования. Вот, уважаемые коллеги, есть события, которые происходят вне зависимости от нашего желания. Ну, например, весна наступает за ним, за весной лето, а вот есть события, которые мы ждем. И если первые не зависят от нашего желания, то долгожданные, ожидаемые события, они делаются в том числе и сидящими здесь людьми. Так вот, я думаю, многие со мной согласятся, особенно гости этого форума, что Казанский педагогический международный форум – это то ожидаемое событие, без которого, я думаю, весна не так бы хорошо воспринималась. Встает естественный вопрос, почему именно Казанский педагогический форум так для нас важен. Ну, прежде всего, это то место, где проходит форум. Вот есть, ну, наверное, города, есть территории, которые в большой России оказываются на первых позициях. И вот сегодня, когда мы говорим о развитии технологий, когда говорим о каких-то успехах в образовании, очень часто в качестве подтверждения этих слов мы называем Татарстан, мы называем Казань. А что в Казани главное? Вы знаете, я когда впервые оказался здесь, уже теперь достаточно много лет назад, и походил по центральной части города, и куда бы я ни посмотрел, я видел три большие буквы – КФУ. Я думаю, что это самое главное, что есть в этом славном городе. Казанский федеральный университет. Спасибо, я полностью согласен с вашими аплодисментами в адрес этого великого учебного заведения. И вот в этой ситуации каждый, наверное, университет, особенно классический университет, он работает на два компонента рынка труда. Первый, который традиционно считается для университета наиболее престижным, традиционным – это рынок исследовательской деятельности. Для чего работает университет? Да готовит исследователей в первую очередь для самых различных областей. Но есть и второй, не менее важный рынок. Это рынок образования. И люди, которые в той или иной области доминируют, как исследователи, очень часто оказываются очень востребованными и на образовательном рынке. Не всегда понимают важность специфической подготовки к этой профессии, особенно, повторяю, в классических университетах, особенно в федеральных университетах. Казанский здесь исключение. То внимание, которое вы уделяете педагогическому компоненту будущей деятельности выпускников, оно заслуживает огромного уважения. И мне думается, что вы идете в правильном направлении. Уважаемые коллеги, Вот завтра начинается тоже важное событие в жизни системы образования. Есть Российская Академия образования, и завтра начинается общее собрание Российской Академии образования. Ну, сложности сегодняшние, связанные с Академией, они существуют, но, тем не менее, Академия есть, была и, я надеюсь, будет. И вот, мне сейчас вручили документ, который только что пришел из Российской Академии образования. Это приветствие к вам, уважаемые коллеги. Несколько цитат. Уважаемые участники 7-го международного форума по педагогическому образованию. Казанский федеральный университет, на базе которого проводится форум, является признанным центром педагогического образования и науки в нашей стране. Опыт трансформации процесса подготовки учителей, сформировавшийся в этом учебном заведении, является уникальным не только в российском, но и в международном измерении. Важно, что в рамках форума 2021 впервые проводится конференция для молодых исследователей. От имени Российской Академии образования выражаю благодарность Казанскому федеральному университету за организацию 7-го международного форума по педагогическому образованию в такое достаточно сложное время. Желаю всем его участникам плодотворной работы на базе российской науки и образования. В РИО президента Российской Академии образования академик РАО Эдуард Владимирович Голожинский. Теперь, если позволите, вот после официальной какой-то вот части, мне бы хотелось и от себя сказать несколько слов вот в связи с тем, что происходит сегодня и будет происходить еще завтра, послезавтра в стенах вашего университета. Позади очень сложный был год. И мы сегодня стараемся как-то подвести итоги. И вот я подумал, что же наиболее важное произошло в предыдущем году и что мы ожидать должны от следующего периода. Я выделил для себя три каких-то компонента. Первый компонент – это основные факторы изменений, влияющих на трансформацию образования. Второй компонент – это основные тренды трансформации высшего образования. И, наконец, третий компонент – это изменение направлений педагогических исследований в связи с тем, что происходит сегодня. Вот по-первыхому, я бы сказал, что отличительной характеристикой сегодняшнего дня от большого предыдущего периода является неопределенность современного мира. отчетливо наблюдаемый переход от устойчивого, предсказуемого мира к миру изменчивому, неопределенному и неизмеримо более сложному. Вторым, наверное, фактором изменений является динамичное развитие информационных технологий, вхождение в цифровой мир. И, наконец, третье – это возрастание конкуренции экономик и образовательных систем как важнейшего фактора развития человеческого и социального опыта. В рамках вот этих вот изменений намечаются тренды трансформации высшего образования, акцентирование внимания на субъектность образования, персонифицированное обучение в цифровой среде, формирование опережающих профессиональных компетенций, расширение образовательных ресурсов. Возрастает степень открытости образования, активизируется взаимодействие с работодателями, возникают новые формы организации высшего образования на основе интеграции вуза и производственных организаций. Возникают принципиально новые базы практик, ресурсные центры практической подготовки в качестве площадок профессиональных проб, онлайн-лабораторий, создания единой электронной платформы практики. Существенная перестройка происходит в информационной системе управления вузом на основе использования элементов гибридного вычислительного интеллекта. Отсюда изменение направлений педагогических исследований. Это развитие методологии педагогических исследований в контексте пост-неклассического этапа развития науки, а также связанные с этим направления. Это появление нового типа педагогических исследований, исследования-проект, которые характеризуются тем, что в процессе разработки научного проекта выращивается, создается новая образовательная практика. Важное значение приобретает коммуникация всех субъектов педагогического исследования. Появляется необходимость обоснования путей перехода модели университета от 2.0 к моделям 3.0 и даже 4.0, в рамках которых автоматизируется информационное сопровождение образовательных маршрутов студентов и реализуются идеи персонификации образования. Ну и, наконец, актуализация проблем обоснования новых моделей профессионального воспитания будущих специалистов конкурентоспособных и ответственных. Вот это, как мне показалось, то, на что сегодня следует обращать внимание и что еще на протяжении достаточно большого периода будет определять не только сегодняшний, но и завтрашний день. Успехов, уважаемые коллеги, вам в работе. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Валентинович. А сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово директору Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елене Ивановне Казаковой. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мне бы очень хотелось сказать о нескольких идеях, которые сегодня уже были названы, звучали, но я прекрасно понимаю, что эти несколько дней на международном форуме по педагогическому образованию, они будут возникать и возникать снова и снова. Первая идея, она, конечно, связана с тем миром, в котором мы сегодня живем. Миром, названным миром гибридного образования. И огромный привет всем тем, кто здесь сейчас находится. И такой же привет хотелось бы передать тем, кто сейчас смотрит нас в записи. Ведь нам действительно надо мудриться построить мир, в котором никто из нас не будет чувствовать себя ущербным. где бы мы не оказывались, оказывались далеко и в сетевом формате подключались к нашей работе или встречались в маленькой аудитории. Это абсолютный вызов к педагогике. Давайте не будем себя обманывать. Мы еще не знаем, как это делать. Как вести занятия, когда у тебя есть здесь круг и удаленное сообщество. Как сделать так, чтобы все могли взаимодействовать эффективно. Мы говорим о персонализированном образовании в цифровом пространстве и говорим о том, что сегодня это весьма значимая идея, не только потому, что мы отчетливо понимаем, что мир будущего так или иначе будет связан с теми крупными или маленькими, но цифровыми платформами, которые мы будем использовать как собственных помощников. Я не знаю, как вам, дорогие коллеги, мне очень часто приходится отвечать на вопросы прессы. Что вы хотите убрать реального учителя, к чему вы готовите, вы собираетесь все на свете оцифровать, ребенок исчезнет из школы, вам хочется посадить его у компьютера, ну, конечно, нет. Больше всего на свете мы боимся расчеловечить человека. Мы действительно хотим, чтобы физический мир, значимый мир для нас остался целым, остался важнейшим фактором развития маленького человека, развития его личностного потенциала. Но, с другой стороны, мы отчетливо понимаем, что искусственный интеллект дарит нам сегодня, цифровые возможности, дарит нам сегодня возможность действовать быстрее, точнее, находить нужную информацию, получать эффективную обратную связь, мгновенно ее отрабатывать. Ну, вот вопрос, на который я отвечаю, звучит не только понятно совершенно, что мы не собираемся превращать всю систему образования в цифровое образование, но я боюсь и другого. Я очень надеюсь, что пандемия схлынет, и мы не окажемся в новой ловушке мгновенно, хотя та самая неустойчивость мира, конечно, тревожит необыкновенно. Но очень важно, чтобы мы не потеряли то, что успели накопить за этот год, чтобы мы умудрились сохранить этот опыт, в том числе цифровой опыт, как устойчивый шаг в собственном развитии. Да, это один из самых больших вызовов. Как принято шутить сегодня, для того, чтобы использовать искусственный интеллект, надо сначала еще развить естественный. И мы точно понимаем, что вот в этой взаимосвязи сегодня существует мир и мир нашего образования, и мы это будем обсуждать. Мы будем обсуждать и проблему, как нам не попасть в ловушку нового неравенства, потому что самые неустойчивые экономики развиваются там, где очень большое неравенство в системе образования. Цифровое неравенство это такая же опасность. Я бесконечно рада видеть здесь сегодня нашу тьютерскую команду, которая за много лет до начала вот этих всех наших трансформаций говорила, рано или поздно у большинства наших учителей возникнет эта функция и нам нужен новый профессионализм. Тот, кто умеет с ребенком в этом цифровом мире не потеряться, тот, кто в этом цифровом мире может найти правильные решения, отделять то, что значимо от незначимого, потому что доступность цифры и доступность информации еще не значит качество образования и нам так взаимодействовать необходимо. Я хотел бы перейти ко второй идее, которая для нас невероятно важна и очень надеюсь, что мы будем ее обсуждать на этом форуме. Сегодня принято говорить, что мы с цивилизацией я начинаем серьезно возвращаться к цивилизации и мы. Мы осознали, что мы можем чего-то достичь только тогда, когда мы объединяемся. Вот эта лучшая форма конкуренции и сотрудничества сегодня становится даже для бизнеса очень важным лозунгом. А для нас с вами это тот важнейший вызов, когда многое накопленное в отечественной педагогике и умение работать в команде, умение создавать детские коллективы, построение класса школы как серьезной обучающейся организации нам надо переосмысливать и снова понимать, что мы должны вырастить цивилизацию, умеющую взаимодействовать друг с другом. Сегодня это жизненно необходимо в этом нашем неустойчивом мире. И, конечно, огромное спасибо международному форуму по педагогическому образованию, что давно и настойчиво он строит свои сети, он строит исследовательскую сеть, он строит партнерские сети по специальным направлениям взаимодействия, делая наше, наше сотрудничество максимально продуктивным. Мне хотелось бы назвать и третью идею, которая, вне всяких сомнений, будет в поле нашего зрения. Это снова возвращение к слову воспитания. В российском образовании это слово всегда было значимым. Мы прекрасно понимали, что воспитывающий процесс помогает поколению обрести ценности и выстроить собственную жизнь в соответствии с этими ценностями. Сегодня мы говорим об этом очень часто. Очень важно не только говорить, а действовать. Я больше всего на свете боюсь, что мы заново породим словесную педагогику, что мы заново породим в системе воспитания мероприятийный подход, когда мероприятие провел и думаешь, что что-то уже состоялось. Дело все в том, что самым серьезным воспитывающим инструментом, нет, не хорошее слово, найду в процессе, но в общем, если мы хотим, чтобы они понимали ценности, значимые ценности для нашей страны, мы их тоже должны понять. Если мы хотим, чтобы они учились, учились радостно, взахлеб для труда жизни, мы тоже должны научиться учиться радостно, взахлеб для труда жизни. Если мы хотим, чтобы они дружили, поддерживали друг другу, приходили к друг другу на помощь, то в нашем с вами базовом процессе, мы должны демонстрировать именно такое поведение. И тут я возвращаюсь к педагогическому образованию. Я вполне ответственно хочу сказать, что у нас с вами сегодня хороший стандарт. Если кто-нибудь его когда-нибудь читал, специфика наших документов, мы сначала долго пишем очень хорошие документы, а потом мы ими почти не пользуемся. Так вот, у нас очень прогрессивный стандарт педагогического образования. И огромная благодарность и педагогическим вузам, и классическим университетам, кто ориентируясь на этот стандарт, строит современное педагогическое образование. Мы сегодня на заседании Федерального учебно-методического объединения будем обсуждать специфический вопрос педагогика в непедагогическом вузе. И вы прекрасно понимаете, что ни на одной другой площадке это не было бы так уместно, как здесь, в Казанском университете. Но мы на сегодняшнем заседании будем обсуждать и другой вопрос, который называется «А каким быть стандарту 4.0?» Потому что мы да, не успели еще во всех вузах внедрить это новое видение универсальных компетенций, общепрофессиональных компетенций, но время меняется так быстро, что нам надо создать то сообщество, которое глядя на сегодняшний профессиональный мир, глядя на вызовы образования, попробует найти ответы «А как учить учителя?» Мне вчера выпала огромная честь вместе с ректором открывать встречу с молодыми исследователями. Я всегда безумно волнуюсь в тот момент, когда надо с ними говорить, потому что надежда возникает, что боюсь, что не освою тот язык, на котором они уже говорят, потому что надо вдохновлять, потому что надо говорить о том, что мне кажется очень-очень важным. А важно нам сегодня продолжать помнить, что мы отвечаем за всю страну. Это действительно так. Страна такая, какое у нее образование. Образование такое, как мы готовим педагогические кадры. У нас очень много вызовов, но это счастливое время. Я искренне приглашаю вас всех к этому сотрудничеству, потому что лучшая форма конкуренции это сотрудничество. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Ивановна. Я сейчас с удовольствием хочу предоставить слово первому заместителю министра образования науки Республики Татарстан Андрею Ивановичу Помину. Пожалуйста. Спасибо. Прежде всего разрешите поблагодарить вас, замечательный форум, за то, что пригласили к участию в этом мероприятии. Это для нас большая честь. И я хотел бы зачитать приветствие от имени министра образования и науки нашей республики Хадиулина. Дорогие коллеги, участники 7-го международного форума по педагогическому образованию. Качество образования во многом определяется уровнем профессиональной подготовки учителей. В связи с этим современные инновации в области педагогического образования чрезвычайно важны для нас. Отрадно, что Казанский федеральный университет, а также Международный форум по педагогическому образованию на протяжении нескольких лет становится центром притяжения новых идей, разработок, технологий не только в российском, но и в международном формате. Это позволяет внедрять в региональную образовательную практику самый актуальный опыт, накопленный учеными разных стран мира. Казанский федеральный университет является сегодня ведущим центром в этой области, готовя более 75% учителей для Республики Татарстан. Из его стен ежегодно выпускается более 2000 педагогов для образовательных организаций различных типов. Отрадно, что для их обучения созданы все условия, отвечающие самым современным требованиям. Уважаемые коллеги, среди участников форума немало ученых, имеющих богатый практический опыт в образовательных организациях. Уверен, что только коллективными усилиями мы сможем решить многие проблемы, которые стоят перед образованием. Свой вклад в этот процесс несомненно внесет 7-й международный форум по педагогическому образованию. Позвольте выразить огромную благодарность руководству и коллективу Казанского Федерального Университета за подготовку и проведение этого праздника науки педагогической. Желаю всем участникам форума от студентов до ведущих ученых и практиков новых научных достижений и открытий столь необходимых сегодня для образовательной практики. министра образования и науки республики Татарстан Миссур Гараевич Хадиуллин. Уважаемые коллеги, я от себя добавлю буквально несколько слов. Вот сегодня уже из этой трибуны звучало и действительно мы сегодня обсуждаем и говорим о месте учителя в современном образовании. Заменит ли учителя искусственный интеллект, нейросети или этого не произойдет, я для себя вывел определенную формулу, ключевым словом, в которой является ответственность. Вот до тех пор, пока ответственность за результаты педагогического труда нельзя перевожить на искусственный интеллект, нейросети, машину, в центре образовательного процесса будет педагог, будет учитель. И от нашего с вами видения, каким должен быть учитель, от того, как мы с вами работаем, зависит развитие не только педагогической науки, не только нашего образования, но и нашего общества в целом, нашего государства. По существу те, кто сидят в этом зале, кто работает вместе с вами, определяют вектор дальнейшего развития в целом и общества, и государства. Поэтому я желаю вам успехов, я уверен, что по итогам седьмого форума мы получим какие-то новые ответы, какие-то новые решения, которые позволят повысить качество образования в нашей стране. Спасибо. Андрей Иванович, вы знаете, вся наша деятельность, она направлена на наших детей, поэтому впервые на нашем форуме принимают участие полномоченные по правам ребенка в Республике Татарстан, и я с удовольствием хочу предоставить ей слово Ирина Владимировна Волонец. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги, организаторы форума. Конечно же, мы с вами все являемся открывателями старой и новой традиции возвращения воспитания в наши школы, в наши вузы, и это огромная честь и большая ответственность для всех нас, потому что конечно же, мы все с вами прекрасно понимаем, вы как педагоги, я как уполномоченная по правам ребенка, как многодетная мама, что воспитание и образование настолько неразрывно связаны, что разделив их, мы, к сожалению, пожинаем не очень приятные, не очень продуктивные результаты. Это еще мягко сказано. Университет является моим родным домом вторым, и поэтому я, конечно, не могу быть объективной, но могу вам сказать, что я всей душой до сих пор люблю наш Казанский федеральный университет, и, как сказал наш великий педагог Антон Семенович Макаренко, научить человека быть счастливым нельзя, а воспитать его так, чтобы он стал счастливым, можно. Поэтому на наш форум мы все возлагаем большие надежды, это один из самых ярких форумов в нашей стране, и, конечно же, я уверена в том, что результаты наших исследований, мастер-классов, обсуждений в кулуарах позволят, возможно, какие-то совершить новые открытия, настроить нас на позитивный, положительный лад, и, пользуясь случаем, выражаю вам всем огромную благодарность за выбор профессии, потому что педагогика это не просто работа, это не просто специальность, это миссия и служение, поэтому вам всем успехов, здоровья и всего самого доброго, а главное благодарных воспитанников и родителей, потому что только в сотрудничестве с родителями можно добиваться самых светлых и добрых результатов, огромное спасибо. Спасибо большое, Аликзор Ахмад. Уважаемые коллеги, как вы знаете, многие наши партнеры не сумели приехать по объективным обстоятельствам на наш форум, тем не менее, они не оставили нас без внимания и сейчас я прошу предоставить слово для приветствия президенту Всемирной Ассоциации и следователю в области образования Мостафе Юнусу Ильяман. Внимание на экран, пожалуйста. Дорогие партнеры и представители и представители это удовольствие мне поговорить с вами в Интернешн Интернешн Федераль Университет, Ильяман. Университет, Иншат Гафуру, директор Казан Федераль Университет, и его тима для hosting интернешн форма teacher education both на campus и на национальной. Мы находимся в complex и uncertain times. В нашем рапидно changing world, teachers need to develop специфик обслужив обслужив Дюймите, что ученики и ученики не имеют самим уровнем технологии, компьютер и интернет Продолжение следует... 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 Мы хотим поблагодарить вас и поприветствовать все другие организации, которые участвуют в этом мероприятии, в Международном форуме по предообразованию. Я хочу выгрозить свою, конечно же, и от себя лично, и от всей нашей организации, и выгрозить свои соболезнования в связи с событиями, трагическими событиями в Казани. Я узнал о событиях всего несколько дней назад. В заключении я хочу сказать, что в 2024 году у нас будет особая программа, и надеюсь, что коллеги из Казани также притянятся к мероприятиям в рамках празднования 40-летия нашей организации. Итак, еще раз хочу вас поприветствовать. Надеюсь, что в следующем году мы сами сможем приехать и отправиться в поездку по реке Волги. И наилучшие приветствия от Шерил из Айсад. Наш седьмой международный форум считается открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok